Намаскар, приветствуем всех, сегодня четвертый день нашего Картика Врата И мы будем продолжать обсуждать первый куплет Дамагараштыки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подписывайтесь на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я склоняюсь перед Верховным Господом, который является лицетворением вечности, знаний и блаженства Субтитры создавал DimaTorzok На особенность прекрасного облика Господа Медитируя на красоту Кришны Но Кришна выглядит самым прекрасным в Гакуле Среди общины пастухов И затем медитация переходит на Дама Вайшищу На особенность Дамы Кришны Затем мы перешли к строке, которая описывает, как Кришна в страхе бежит от Мамы Яшоды Вчера мы слышали Лилу о том, как в день Дивали Кришна, проснувшись, не обнаружил маму рядом с собой Отправился искать ее Нашел ее на кухне, где она пахтала йогурт Делала из него масло Кришна испытывал невыносимый голод И захотел маминого молока Мама Яшода начала кормить сына, вкушая прелесть его детского личика Внезапно мама Яшода заметила, что молоко, которое она поставила кипятиться Что оно вот-вот выбежит из кастрюли Потому что молоко думала, что Кришна настолько занят тем, что он пьет молоко мамы Яшоды Что он настолько погружен в это И его ничем не отвлечь И у меня не будет шанса послужить ему То есть молоко пришло в полное отчаяние Свила Рупагасвами подговорит, что садак, который стремится служить Верховному Господу, осмыслит свое служение, иногда он ощущает безнадежность Но когда садана достигает совершенства в форме бавы, то тогда приходит аша-банда Чувство нерушимой веры в полной уверенности, что непременно я обрету служение Кришне Несмотря на отсутствие квалификации Рупагасвами подисян О, когда я compare myself to the great devotees of the past Like a Dhruva Maharaj Who gave up eating and sleeping And day and night he was standing on one leg And continuously remembering his mantra When I remember the devotees of previous times Who have meditated for thousands of years Even underwater The austerities, the intensity of their sadhana were so great When I compare myself to them Then my heart is burning with hopelessness Рупагасвами пишет, когда я сравниваю себя с великими преданными прошлого Такими как Dhruva Maharaj Который отрекся от всего От пищи, даже от дыхания Сравнивая себя с другими великими преданными Которые были готовы на невероятные аскезы Ради того, чтобы достичь совершенства То я начинаю испытывать безнадежность Понимая тщетность моей саданы Но затем я начинаю думать о том, что океан Милости Кришны Милость Кришны подобна океану И любой, кто выйдет на берег океана Со временем волна океана коснется любого сидящего там Неважно, кто там сидит Царь или даже собака бездомная Если она сядет на крайке берега То когда будет прилив, волна коснется ее И затем Рупагасуру говорит Я припоминаю, что Кришну зовут Агахара Он убил Агасуру Он дал ему освобождение Агахуру получил освобождение благодаря родственным связям с Путаной Потому что когда Кришна дал милость Путане Он решил освободить всю ее семью И Рупагасуру припомнил, что у меня-то есть кровная связь родственная с Санатаной Гасвами А он очень дорог Кришне И когда я вспомнил это, как мертвец Кришна И особенно мертвец для тех, кто имеет отношения с Санатаной Гасвами Then I think Аша бин дукшитам упайтантры ханташайтам Then one drop of hope appears in my heart And I can stay alive for another day И Рупагасуру говорит И затем, начиная осмысливать бескрайнюю милость Кришны И все вот эти факторы То вдруг у меня появляется снова капля надежды в сердце Которая помогает мне выжить еще один день Дожить до завтрашнего дня Поэтому никогда не отчаивайтесь Когда мы compare ourselves What to speak with Dhruva Maharaj If we compare ourselves Just to the great devotees in recent times Our acharyas, their love is so high But they're chanting maybe 64 rounds One lakh, two lakhs Then they're also resting sometimes Eating sometimes But when we compare ourselves With the sadhan of our Gurudeva And other acharyas Then also we see We are nowhere near their level of practice То есть тоже сравнивать себя уже с Друва Махараджам Даже если мы рассмотрим Ачарьев современности Совсем недавних времен Что они воспевают где-то лакхари намы Да, они находят время на просадам На какой-то отдых Но наша садхана даже не может приравняться К их уровню садханы But we don't become hopeless We know that by serving our Gurudeva And our acharyas Simply by our relationship with them Then one day Krishna must be merciful to us Но не надо отчаиваться В любом случае Потому что мы понимаем Если мы можем наладить контакт Найти самбандус Развить отношения с Gurudeva Что у нас Мы станем дороги Вайшнаву Каким-то образом угодим ему То это будет Нашей подопорой То есть Кришна непременно Прольёт милость на нас тогда И в полном отчаянии Молоко решило Уйти из этого мира Бросившись в огонь И оно уже стало Выкарабкиваться из кастрюли И мама Яшода Заметив это Стремглав Бросилась на кухню Снять молоко с плиты Мы слышали вчера О том, как обиженный Кришна За то, что его бросила мама Он разгневался И он разбил кувшин с йогуртом И потому что Он ещё не напился молока вдоволь Решил отомстить За вот это То есть он был обижен За то, что его бросили так Некультурно И вот он отомстил Разбив кувшин Так как в йогурте Кришна не нашёл масла Для себя И заляпав пол Всей комнаты Этим йогуртом Он решил покинуть Место преступления Отправившись в кладовку Взять оттуда себе масло Остудив молоко Сняв его с плиты Мама Яшода Вернулась обратно Кришне И застала В эту разруху Там йогурт повсюду И она конечно же Разгневалась Слегка на Кришну И так Йога Майя так устроила Что мгновенно Она услышала Небесный голос И голос сказал Там был маленький шмель Маленький шмель Хотел вкусить Нектар лотоса Но лотос был закрыт И он прорвался Сквозь лепестки Лотоса Внутрь Но там он не нашел Никакого нектара Лишь одну Росу И этот проголодавшийся Маленький шмеленок Заметил другой лотос Наполненный нектаром И отправился К нему За нектаром И голос сказал Ты доказала свою смекалистость Поймав вовремя молоко Но ты докажешь Будешь еще более достойна Если ты сможешь Угомонить Своего маленького ребенка Рассмотрев место преступления Может найти преступника По всяким уликам И мама Ишода Так рассмотрев место преступления Заметила маленькие следы Йогуртовые Потому что Кришна Не подумал Что когда он прошел По луже йогурта Что он оставит За собой Следы Когда он пошел В кладовки Мама Ишода Мама Ишода решила Ну сейчас я его Проучу За его выход Взяла палку В руки И покралась След с этими следами Она подкралась Тихонечко К двери Которая вела В эту кладовку Приоткрыла ее Тихонько И заглянула Внутрь В кладовке Стояла ступа Большая Которую использовали Для того Чтоб молоть Специи И Кришна Уже взобрался На эту ступу И дотянулся До этого кувшина С маслом Уже снял его С потолка И делился Этим маслом С воронами Раздавал воронам И мартышкам Потому что Он думал О, в моем Инкарнации Лорд Рамачандра Так много Монки Стали в лесу И они Помогли В инвазии Ланка В то время Я не могла Наспределить Немного хорошего Но теперь Я их Наспределить Потому что Кришна испытывал Ностальгию Он вспомнил То время Своей Жизнь Ипостаси Рамачандры Своей лилой Вспомнил Сколько обезьян Помогали ему В его военных Походах Как они жили С ним в лесу Он подумал В то время У меня не было Возможности Ничем Их угостить В лесу Сейчас у меня Есть эта возможность Накормлю их Вкусным маслом И так же он решил Благоволить воронам Мама Яшода Решила воспользоваться Кришна Кришна понял Кришна Кришна И Мама Яшода Он мчался Изо всех сил То в одну сторону То в другую Удирал Она еще не наряжена Дом она посмотрела По сторонам Налево направо Подумала Еще рано Сегодня праздник Все еще отдыхают Дома Никто На улицу Выходить Еще не будет И когда Кришна Бежал Глядя вперед От Мама Яшода Ей не удавалось Его поймать И поэтому Чтобы Испугать Его сильно Тормознуть Его Она приподняла Палку над головой Как будто бы Она сейчас Притворила Сейчас я тебя Брошу Этой палкой Это испугало Кришну Он застыл На месте Повернулся Посмотреть В ее направлении И в этот момент Она успела Поймать его И схватила Его за правую руку Левой рукой И пытаясь Увернуть От палки От палки В другой руке Кришна Бегал Между ее ногами То влево То вправо Чтобы она Не смогла Ударить Его И вот тут Иллюстрируется удивительное, замечательное качество Кришны. Прямоваси. Это то, что полностью контролируем любовью. In the Brahma-Sumita, Lord Brahma said I worship that coward boy Govinder. He's the Supreme Lord. And when there are yogis, who are the masters of meditation, and by their mystic power, they can fly as fast as the wind. No, they can fly as fast as the mind for hundreds and thousands of years, but still they cannot catch Krishna. They cannot, their abilities come up only to the tip of his toe, but they can never actually touch him, because Krishna is Achintya Tattwa, inconceivable reality. Господь Брахма сказал, что как удивительно, что могущественные йоги, которые могут двигаться быстрее ветра, да что быстрее ветра, они могут двигаться быстрее мысли, и вот эти йоги, они никогда не могут ухватить Кришну за стоп, они приближаются почти к стопам, но не могут подойти ближе и коснутся его стоп. So, in Sri Yamunacharya, in his Stotra Ratna, he has said, It means everything in this world is limited by three types of limitations, trivitav simha, time, and space, and its individual potency. Он сказал, в этом мире все подчиняются трем ограничениям, времени, пространству, и собственной ограниченности. But see, Krishna is not limited by time, by space, or by thoughts. Кришна не ограничен ни временем, ни пространством, ни мыслям. He is unlimited, unmeasurable, and supremely powerful. Он всемогущ, он неизмерим, он не подчиняется никаким категориям. Mayabalena, bhavatapi nigu yamanam, and by his power he hides himself. И своей собственной мощью он скрывает себя. God is everywhere. Господь повсюду, но кто видит его? Krishna is like the sun, always shining. Krishna, подобно солнцу, всегда сияет. We may say that the sun is covered by clouds, but the sun is never covered by clouds, our eyes are covered by clouds. Иногда мы говорим, солнце закрыто тучами, но на самом деле солнце-то не закрыто тучами, это наш взгляд покрыт тучами. So those who are covered by the clouds of Maya, they cannot see Krishna, nigu yamanam. By his Maya he is very secret, very hidden. И те, кто находится под покровом иллюзорной энергии, под тучами иллюзий, они не способны видеть Krishna. Пасианти кейти-ранисамья, нананья-бхава. But if someone has ananya-бхав, that is the ecstatic love for Siddha Krishna, that they're contemplating, that they're thinking, that they're aspiring to please and serve him at every moment and do nothing else, they have ananya-бхав. They never think of their own happiness, they don't want liberation, mystic powers, heavenly planets, nothing. They only want to please Krishna. That is called ananya-bhav. So even though the Lord hides himself from everyone, but he can always be seen, he can always be found by those who have ananya-bhav. Господь может скрыться от кого угодно, но те, кто обладает ananya-bhavой, кто целенаправленно, сфокусированно посвятил всю свою жизнь, всю свою энергию, все свои мотивации, действия на благо Кришны, от таких личностей, ananya-bhakt, Кришна спрятаться не может. So Musila Krishna, Raja Goswami said, Even though Krishna makes so many endeavors to try to hide himself, but still his devotees always find him. So even though Krishna went and was eating the butter in a hidden place, and even though Krishna was trying to get away from Madhya Shota, but due to her ananya-bhav, one-pointed, pure, selfless praying, she was able to discover him, find him and catch him, and he could not get away. Несмотря на то, что Кришна прятался в кладовке от мамы Яшоды, все равно от силы ее любви не уйдешь, поэтому она его с легкостью нашла и позже с легкостью поймала, потому что у нее такая бескорыстная, всеобъемлющая, материнская любовь к нему. So this shows Krishna's Prima Vasita. How he's controlled by that? Вот это Лила иллюстрирует Prima Vasita Кришну. So Sajjiva Grishyas described now the Lila Vaisishtha, the speciality of Krishna's Lila and the speciality of the love of Brita Vasita, especially Madhya Shota. И также Sajjiva Grishyas Lila Vaisishtha and Prima Vaisishtha описал вот эти Lila Vaisishtha и Prima Vaisishtha, особенность Lila, которая происходит в Риндаване и особенность Вриндаванской Prima и особенность Prima Mama Išodha. So now Krishna has been caught and he cannot escape. И так как Krishna уже был пойман и уже сбежать было невозможно. So then Krishna will have to try plan B. What is that? Emotional manipulation. И что приходится делать? Уже не убежишь. Физическая сила не помогает. Приходится прибегнуть к плану V, то есть эмоциональный шантаж. So at once to try to get some sympathy from his mother and make her become less angry, then he burst out crying. And he is artificially trembling. Breathing. Oh my God, don't beat me. И стал вот так гипервентилировать, дышать, трястись. И все это было искусственно и показушно. Мама, мама, не бей меня. Now he's helpless. So then in the next verse, Satyarat Pritchi is saying, Rudantam mohu neta Yugmamrijantam Karam boja yugma ina Satanka netram Muhusvasa kampa Trirekanka kanta Sthita graevadamo Dharam bhakti badam Rudantam mohu Krishna is crying again and again. Oh my God, don't beat me. Krishna плачет снова и снова. Мамочка, мамочка, не бей меня. Yugmamrijantam And rubbing his eyes, wiping tears from his eyes. Выпирает слезы в глаз. False tears, crocodile tears. Крокодильные слезы. Причем. He's trying to control his mother now. Мамочка, не бей меня. Yugmamrijantam Karam boja yugma ina Satanka netram And he has fear in his eyes. И глаза полны страха у него. Апанасам ситрим горам The personified is afraid Now that Krishna is afraid of Yashoda-Maiya. Суда Госвами поотстал, что живые существа, запутавшиеся в паутине иллюзорного существования в материальном мире, они могут с легкостью вызволиться из этой опасной ситуации, просто позвав имя Верховного Господа, которого страшит, боится самолицетворенный страх. И вот этот Кришна, Верховный Господь, своим Бхагаван, которого страшится самолицетворенный страх, сейчас с испугом смотрит на свою маму. Мама Yashoda was trying to catch his face and turn his face towards her because Krishna would not look at her. Кришна смотрел по сторонам, мама Yashoda решила, хотела заставить его взглянуть ей в глаза, схватив его за подбородок, вернув лицом к себе. When she caught his face with one hand, he was trying to wipe off the butter from around his face. А когда она его ловила вот так за подбородок с одной стороны, то он пытался тут же рукой вытереть рот, потому что еще рот весь был вымазан маслом. She said, Oh, Kanaya, you have given me so much trouble. Look at this stick. Мама скажет, ну зачем ты, сколько беспокойства мне доставил, Kanaya? Ну, посмотри на эту палку. And when Krishna looked at the stick, he was so terrified and seeing that she felt some compassion for him, she didn't want him to become traumatized, so she threw down the stick. Она увидела такой страх в его глазах, когда он посмотрел на палку, она поняла, что действительно ребенок испугался не на шутку и решила не травмировать его больше этой палкой и отбросила ее в сторону. Мама Ишода сказала, ты черт, ты вор, Кришна. See, Krishna said, there is no chore in my dynasty, but there must be a chore in your dynasty. Кришна сказал, в моей династии нет чора, а вот в твоей, по-моему, имеется. Because Krishna had heard his mother and father speaking about their history, their ancestors, and in that conversation, the subject came up that Madhya Yashoda had one ancestor whose name was Chor Ghosh. So, that was his name, but the word chore alone means thief. So, Krishna was actually disowning his mother's dynasty and only identifying with his father's dynasty by saying, oh, there may be a chore in your dynasty, but there's no chore in my dynasty. In this way, Krishna proclaimed his innocence. То есть, Krishna стал отнекиваться, говорит, воров в моей династии нет, Chor, на санскрите, это вор. И вот эта язвительная его отговорка имеет подоплеку. Однажды он подслушал разговор родителей Нанды Махараджи и Шода о том, как они обсуждали своих предков династию родословную. И он слышал, что у мамы и Шоды в династии был один предок, которого звали Chor Ghosh, то есть как вор Гош. Поэтому Krishna сказал, в моей династии Chor нет, вот в твоей, наверное, есть. Он как отрекся от этой стороны своей родословной и настаивает на том, что он невинный. Мама еще сказала, неужели, может, ты мне расскажешь, кто разбил кувшин с йогуртом? Krishna said, oh, it was the punishment of God, it was the danda of Bhagavan, the punishment of God. По воле проведения произошло дан до Бога. Это наказание Божие случилось. Мама Яшнда said, who was feeding the monkeys? А кто обезьян кормил? Сказала Мама Яшнда. who creates the monkeys feeds the monkeys So, in this way, you know, Krishna is he is the absolute truth in the past, present, and the future, and his words are always true. So, we see this very beautiful idiosyncrasy of Krishna Leela, that even when Krishna is telling a lie, denying that he has broken the pot, but still he is telling the truth, because he said it was the punishment of Bhagavan and who creates the monkeys feeds the monkeys. So, on the one hand he is denying it, but on the other hand his words are paramsatya supreme truth. Because Krishna is the Viruda Dharma Asrae, he is the abode of all mutually contradictory characteristics. He is a liar and he is the absolute truth at the same time. Krishna является обителем Viruda Dharma, то есть он примеряет себе взаимно исключающие факторы. То есть он одновременно и врунишка и также он одновременно говорит полную правду. Может возникнуть вопрос, почему мама Asrae гневается на Krishna, хочет наказать его за то, что он украл масло, ведь если ребенок в собственном доме взял масло, это не является воровством, и ответы на брауна, они готовят ги, и йогурт, и и и брауна, макан, и они дают это для брауна, и для брауна, используют в джаги, и джаги, могут worship Supreme Lord Нарайя, что это что это джаги, 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 но на самом деле объяснение тому следующее, все домохозяева, все грехастки, семьянины в Аврадже, они поставляют ги для яги, для брахманов, и разные молочные продукты, и поэтому вот это масло мама Ишода берегла для брахманов, то есть оно считается неприкосновенным, потому что все, что дается брахманам, должно быть новым, то есть некасаемым и чистым. И мама Ишода сказала, теперь я подозреваю, что ты вечно подкрадываешь свежее масло из того запаса, который мы храним для яги. So this is the nature of брахманов, that the love is so intense, that Krishna, he cannot wait, he is the supreme lord, he cannot wait for the ги to go to the брахманов, and for the брахманов to light the fire, and chant the mantras om сваха, om narayan сваха, he cannot wait for the mantras, that which has been prepared with love, he wants to taste it straight away, without observing any Vedic rules or regulations. Такова сила любви Браджабайси, что Krishna даже сдержаться не может, он не может дождаться, когда это масло превратят в ги, потом браманы предложат это ги в жертвенный огонь, яги, с мантрами ему, он идет и крадет его сразу. Because if someone offers Krishna something by Vedic mantras, then one must have the mood of opulence and recognize his godhood, so that love is weak, it cannot control him, only when one has deep mamata, you are my son, you are my baby, you are my friend, you are my sweetheart, in a natural way, then this love is strong enough to control Krishna and satisfy his heart. Krishna привлекает спонтанная такая сильная любовь, потому что если эта личность находится в состоянии айшвари, а Krishna привлекает больше тот, кто тянется к нему с искренней любовью, просто ты мой сынок, ты мой друг, ты мой возлюбленный с самбандой, с настоящими отношениями любви. So Lord Brahma said the meaning is that how fortunate are the cows of Brahma, how fortunate are the elderly gopis of Brahma. Господь Brahma восхищается удачей коров и взрослых пастушек Braja. Because Krishna he drinks the breast milk of Braja gopis Krishna пьет грудное молоко Braja gopis Oh what to speak of that sometimes he drinks directly from the others of the cows Nanda Baba will squeeze the other of the cow directly into Krishna's melt that is called the warm milk And Lord Brahma said what to speak of the milk of the mothers of Braja even tasting some drops of the milk of the cows of Braja Krishna experiences extreme joy more joy than all of the Vedic sacrifices which have been performed in all of the universe from time with no beginning Brahma говорит что же о молоке Кришна наслаждается даже молоком коров Braja настолько что пару капель этого молока доставляет ему больше удовольствия чем все яги прошлого всей вселенной Мама Яшода продолжает держать Кришну за запястье но она уже смягчается немножко я хочу чтобы ты признал свою вину признайся что ты крал масло и прими ответственность за то что ты разбил кувшин Кришна продолжал так вдыхать глубоко дрожать Признавайся, что ты разбил кувшин. Мама, когда ты вскочила и побежала к молоку, твой нупур разбил этот кувшин. Это обман? Нет. Почему? Потому что в поэтике мы можем сказать, что Кришна как нупур Мадьяшона. Нет, это не вранье, потому что если поэтическим языком, метафорой сказать, то Кришна, он как нупур, как колокольчик на лодыжке мамы Ишоды, ходит следом за ней везде. Нупур это лодыжный браслет. That supreme lord is like a decoration at the feet of his devotee. That means he is completely submissive to them and follows them wherever they go with great attachment. Кришна так красиво поэтически выражается. Говорит, когда ты убежала, твой нупур разбил его, что он признает себя как украшением на у стопы своей преданной. Like our Shilinartam Dastakur has sung to Madan Mohan here. И подобно тому, как Шилinartam Dastakur пел Madan Mohan. Oh, when will I go to Praja, transcendental Praja, and become like a nupur, ankle bell on the ankle of Praja-gopis? О, когда же я окажусь в трансцендентном Брадже, и стану нупуром на лодыжке в Раджи-гопи? So, Krishna is also like a nupur. That means to aspire to be nupur, means to always serve and please that person, to be attached to their lotus feet. И Кришна тоже считает себя нупуром, мамы Ишоды. Что такое nupur? Это тот, кто всегда рядом и в подчиненном положении таком, готовый везде сопровождать хозяина. And Krishna said also, I can explain everything. It was the Supreme Lord who inspired Bhagavan, inspired the monkeys to come into the house. И Кришна сказал, я могу все объяснить, мама. Верховный Господь, Он вдохновил обезьян забраться в дом. И ты знаешь, что, когда я заметил, что обезьяны прокрались в дом, я бросился туда, чтобы поймать их. Я защищал наше состояние, защищал наше масло. Что я не так сделал? А если ты ничего плохого не делал, ты почему убежал от меня? Как? Почему? Когда я увидел палку в твоих руках и твое выражение лица, я бросился бежать от тебя в страхе. И даже сейчас ты меня поймала и безжалостно хочешь меня покарать. Мама Ишуда была флабагаста, чтобы услышать Кришна's audacious excuses. От такой наглости мама Ишуда даже не знала, что сказать в ответ. Просто замерла на месте. Ари Балабара? О, Барабара? That means one who speaks big words, clever arguments. Она сказала, так, слушай меня, умник. Ты вождь всех воров. Even though your father, the king of Braja, he is the very noble and respectable person in society, you have become a thief. And by associating with monkeys, you've also become a monkey. You are Bandarbandhu, the friend of the monkeys. Несмотря на то, что твой отец самый достойный член нашей общины, его идеальный характер, в кого ты пошел, непонятно, ты набрался, вот что-то от обезьян, ты друг обезьян. Как только мама Ишуда назвала его другом обезьяну, он стал манипулировать дальше. Он сказал, раз ты меня считаешь обезьяной, то уйду в лес и буду жить с обезьянами. Это напугало маму Ишуда, она подумала, такой ребенок упрямый, горделивый, вдруг он действительно сбежит в лес. Ты такой обезьянный, может, надо его где-то дома посадить под присмотром, как-то, чтобы он никуда не смог сбежать. Она сказала, знаешь что, вот я тебя привяжу дома и посмотрим, как тебе удастся воровать снова. То есть Мадия Ишуда, she brought him into the house and into the courtyard, и there was one grinding mortar there, и она wanted to essentially make a baby harness. You know, today the parents, they have a harness around the shoulders and the back of the child with like a leash on it, so that they can hold it and the child can move around, but can't go very far. So, Мадия Ишуда wanted to tie a rope around his waist, and then another one from behind with some length, and then tie that to a grinding mortar, so that Krishna, he could play in a circle whose diameter was the length of the rope, but he could not go far. И Мадия Ишуда повела его обратно домой, и во дворе она привязала его к ступе, то есть она сделала такую детскую уздечку, как сейчас современные родители иногда одевают, такую пристёжку на детей с поводком, чтобы дети могли бегать, но чтобы их можно было контролировать. И вот гуманная такая упряжка. Вот, и Мадия Ишуда сделала ему такую вот эту упряжку, смастерила с верёвочкой, чтобы он был привязан к ступе, он мог гонять ещё по двору, но не дальше, чем вот эта длина верёвки позволяет. И когда Мадия Ишуда стала привязывать, Кришну к ступе, он стал призывать на помощь громко Рахини мою, маму Балараму. То есть если дети плохо себя ведут, вредничают, им не удаётся манипулировать одного старшего родителя, то они тогда пытаются манипулировать другим, чтобы хоть кто-то им скидку сделал за их плохое поведение. Кришна настолько же он испуган тем, что мама Ишуда собирается его наказать. И тот факт, что он позволил себя поймать, доказало его према-вацитту, то, что он покорим любовью, а то, что он испытывает страх перед мамой Ишодой, он проявляет другое своё великое качество, вакта вацалу, вацалату, то, что он благоволит своим преданным. Это естественно, когда мама ловит ребёнка на чём-то и отчитывает, очень естественно для ребёнка соврать маме. После того, как он ел песок, вот эту грязь на берегу имуны, он заотнекивался и говорил, нет, мама, я не кушал землю. Но все друзья говорят, что ты ел землю. Говорят, нет, они все врут. То есть это абсолютно естественно для ребёнка соврать родителю, чтобы избежать наказания. То есть враньё детское, оно глупое, это понятно взрослому, но дети-то не понимают, насколько глупо их враньё. И поэтому Кришна испытывает страх и обманывает маму Яшода, чтобы позволить ей вкусить вот эту родительскую любовь, потому что это естественное поведение ребёнка, и поэтому Мама Яшода чувствует себя матерью. So by these beautiful past times, Кришна causes all the residents of Bhaja to taste the Bhaja Rasa, pure natural love. Являя вот эти сладчайшие лилы, Кришна погружает всех жителей Бhaja в этот, в океан чистой любви. So now Krishna, he thought, oh, I have tried so many tricks, but nothing is working. Now I have to try to get sympathy from my other mother, that is Baladez, Mother Rohini. И Кришна понял, что мама Яшода не поддаётся ни на какие манипуляции его, и что сейчас его уже привязывают, и пора позвать на помощь вторую маму, маму Рохини. So Krishna was loudly shouting, Rohini Maya, Rohini Maya. И он стал по весь голос орать, Rohini Maya, Rohini Maya. But you may remember from yesterday that early that morning Rohini and Baladev, they had been invited to go to the house of Upananda, Nandamaraji's elder brother, Krishna's uncle. Но вы знаете уже и вчерашние катхи, и то, чего Krishna не знал, что рано утром Rohini вместе с Баларамом отправились в гости в дом Upananda по его приглашению. Krishna was calling, oh, where have you gone today, Rohini Maya, with my brother Baladev, because you are not here, my mother is going to tie me up. И Krishna в отчаянии уже вопил, oh, мама Рохини, ну куда ж ты отправилась сегодня, ну где же Баларам, что же вы меня забросили, сейчас меня мама Яшода свяжет. So Rohini was far away, she could not hear, but all the neighbors, all the gopis in the neighboring houses could hear Krishna calling, and hearing his calling, they all came there and crowded around Madhya Яшода and baby Krishna. Рохини не могла прийти на помощь Кришне, потому что она была далеко, в доме Упананда, она не слышала его криков, но зато все женщины в соседских домах, все соседки слышали эти вопли, и все тут же сбежались на эти крики во двор Яшоды, и окружили толпой Яшоду, Кришну и смотрели, что происходит. So then, the neighbors, they were laughing so much. Why? Because Krishna had made havoc in their homes, stealing and playing so many mischievous tricks, like pinching their babies and making them cry and peeing on their kitchen floor. And they always used to complain to Madhya Яшода, but Madhya Яшода, being blinded by love for her son, could never see any fault in him and always had some excuses and didn't believe their complaints. И сейчас все соседки смеялись от всей души, потому что теперь была их очередь смеяться до этого, когда Кришна постоянно буянил в их домах, воровал, щипал их детей там, то писал кому-то на кухне, на полу. И когда эти соседки приходили и жаловались Яшоде, ослепленной любовью к своему ребенку, она слушать их не хотела и не верила ни одному слову. А сейчас она сама испытала на себе поведение ее и вот сейчас его наказывали и всем соседкам было очень смешно, они гадали. So now the sakes of Madhya Яшода were chiding her for not believing them. И сейчас они все дразнили ее, подзуживали, говорят, ну что, ты нам не верила? So, oh, has this thief done some mischief in your house now? Imagine my shark. Говорят, ну не верь, неужели эта творишка и в твоем доме уже набедокурил? But Madhya Яшода, she was not prepared to listen to their words. Мама Яшода вообще их слушать не хотела. Ей было не до них. She was fully intent on tying up her son. Она была занята тем, что ей надо было привязать сына. So, when she was running, one ribbon that was tying her hair had fallen out and she picked it up. И когда она бежала за Кришной, одна ленточка, в которой была включена голоса, она выскользнула из волос, и мама Яшода успела подхватить ее. And just as a person tries to put a rope around the neck of a calf, but the calf is struggling to get out. Madhya Яшода tried to put around Кришну and he was trying to get out. But the ribbon was two fingers, two short. So then Madhya Яшода she took another ribbon from her hair, tied it together and tried to put it around the waist of Shikushna. Мама Яшода вытянула, еще выплела, вытянула другую ленту из волос, привязала ее к первой, веревка стала подлиннее, она пыталась обвязать вокруг талии Кришны. Again, miraculously, astonishingly, the ribbons were two fingers too short. Ну, как-то странным образом снова не хватило длины буквально там вот в ширину двух пальцев расстояние. The friends of Madhya Яшода were laughing, said, oh, it seems that it's not written in his forehead, it's not in his face, that he can be bound today. А соседки уже вообще там разошлись хохотом, говорят, видимо, у него не в судьбе ему быть связанным сегодня. But Madhya и Шода уже разошлась не на шутку. Он говорит, я клянусь всем, что я сейчас его свяжу, потому что он не умнее меня будет, он из моего лона родился. кто-то из женщин сказал, ну у тебя необычный ребёнок однозначно, у него какая-то особая сила, какой-то гипноза или чего-то. У него какая-то особенная мистическая сила в нём есть, и вот он благодаря ей ворует. Мама Ишода разочарованно покачала головой и сказала, да он маленький ребёнок лишь недавно родился, откуда он знает, что такое воровство, о том, что это чужая собственность, но откуда ему известны такие концепции, хорошо, плохо, можно брать, нельзя брать, он же ребёнок. He does not have any mystic powers. И нет у него никаких мистических сил. Anyway, we have heard the statements of Gaga Charya. He said, that your son will have qualities like Lord Narayan. So sometimes the Maya of Lord Narayan is moving around this child, but he doesn't know anything. Да, Гаргаму не предрёк, что сила Господа Narayan будет проявляться в этом ребёнке. Да, иногда я чувствую в нём, вокруг него витает энергия Narayan, но он-то тут ни при чём, это не его сила. So even if Krishna does any, some great miracle occurs, Mother Ишода is convinced he's just innocent child, he doesn't know anything. Поэтому, когда Krishna совершает какие-то даже чудеса, Мама Ишода всё равно не признаёт их как чудеса, как его чудеса, она просто всё списывает на милость Господа Narayan. И считает его своим ребёнком и во Брадже он действительно и просто ребёнок Мамы Ишоды и сын. It is the nature of the frame of Mother Ишода that Krishna forgets completely his bhagavata, his godhood. Такова сила любви Мамы Ишоды, что Krishna полностью забывает о том, что он Бог. And then the essence of godhood manifests. The essence of godhood is not Aishwarya power. The essence of godhood that is manifest in brides. The essence of godhood is madhurya sweetness. И как раз вот это отношение к нему и позволяет Krishna видеть эссенцию, прочувствовать эссенцию божественности, потому что эссенция bhagavata это madhurya, сладость. Мадхurya Yashoda said, oh, bring me some more robes. So her sakis brought robes from the houses and she tied them together. But every time she put it around, it was always two fingers too short. They were looking, and it looked as if one inch of rope was on one inch of Krishna's belly, the next inch was on the next inch of his belly, but somehow or other even many long robes tied together, it was always two fingers too short. Мама Yashoda попросила соседок принести еще веревки. Они все принесли много веревки, много метров. Она обматывала, вокруг талии Krishna, но все время не хватало, все время вот этот был пробел у него на талии, что не хватало вот этих парочке сантиметров веревки, несмотря на то, что там ее было много метров. Несколько часов напролет мама Yashoda пыхтела, вот так пыталась обвязать Krishna. Уже лоб покрылся испарина, ее кудряшки, ее локоны уже прилипли к лбу, цветочки выпадали у нее из волос. Она уже была настолько уставшей, а Krishna упрямо отказывался быть связанной мамой. Поэтому он и зовется Ядовой. Хори 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 нам Кришна яд давай нам Кришна is born in the dynasty of Яду Махарадж. Кришна родился в династи Яду Махараджа. So you may remember that his father, the father of Яду Махарадж, his name was Яяти, and when he got old, he wanted to be young again to enjoy sense gratification. So he told his eldest son Яду Oh you should exchange your youth for my old age. So you should be old and I should become young. Может вы знаете историю отец Яду Махараджа звался Яяти и Яяти Махарадж когда он состарился он сказал сыну отдавай мне свою молодость потому что я хочу продлить свою молодость хочу понаслаждаться еще поиметь эту возможность возьми мою старость то есть мое повеление как отца прими мою старость дай мне свою молодость Яду Махарадж наотрез отказался в этом участвовать То есть подобно тому как Яду Махарадж пошел наперекор упрямо пошел наперекор воли отца Яяти таким же образом Кришна пошел наперекор воли мамы Яшоды не хотел быть связанным все и все попытки Мамы Яшоды связать Кришну были тщетны подобно тому когда человек находится в плохом астрологическом периоде или под воздействием плохой планеты все что он не делает все тщетно то есть ничего не удается как бы не старался то же самое происходило сейчас Мамы Яшоды Мамы Яшоды не знала не знала что делать она была полностью потеряна то есть она устала уже на столько часов трудилась и вообще не понимала что происходит Шукадеба Госвами says Дриства Паришрамам Кришна Крипайасит Собандане that when Кришна saw the hard work the hard labor and exhaustion of his mother then his heart softened and at once by his mercy he was bound with the first two ribbons from her hair only and all the other ropes were still lying on the ground nearby и Шукадеба Госвами говорит что Кришна увидев это удрученное состояние мамы его сердце дрогнуло растаяло и он позволил себе стать связанным то есть просто одной ленточкой которая изначально она пыталась его связать до всех этих веревок каким-то мистическим образом вдруг эта ленточка обвязала его талию и мама и Шукада была в восторге наконец-то свершилась она затянула потуже узелок на ленточке она по воле Йога Май тут же позабыла о том что несколько часов напролет она пыталась обвязать его метров и веревок и не получалось это было забыто как сон и довольная собой она сказала ну вот теперь посмотрим как ты сможешь шалить и мама и Шукада пошла в дом как это произошло сварупа шахти и вибути шахти сатча санкалпе шахти определяет что происходит именно то что хочет Кришна то есть его воля всегда выигрывает что вот он санкалпе он не хотел быть связан и что бы мама не делала ей не удавалось его связать и вибути шахти это его сила мистическая айшварии посредством очинтия шахти он кажется как среднего размера маленьким но на самом деле он не ограничен он огромный но когда Кришна сжалился над мамой и увидев ее вид и как она пыхтела и старалась связать его и сердце его растаяло и тут же от него улетела эта сатча санкалпа и вибути шахти и тут же вот это свершилось воля мамы ишоды он оказался связан и вот это расстояние которого все мне не хватало на веревке ширина двух пальцев эти два пальца символизирует садану и крипу садана это наше усилие наша практика благодаря благодаря которым мы пытаемся достичь Кришну то есть мы стремимся достичь любовь к Кришне потому что если мы достигнем любовь к Кришне Кришна приложен к этому получим и Кришну но с другой стороны это невозможно потому что собственное усилие ничего не гарантирует сколько бы саданы мы ни делали это не гарантирует успех до тех пор пока милость Крипа милость Кришны не наложится на вот платформу нашей саданы наших усилий поэтому нужна бхакта ништа стабильность преданного его надежность крепость и нужна сва ништа то что Кришна отвечает взаимностью он помогает в ответ и когда появляется вот есть и садана и крипа то есть две ништы встречаются то Кришна тогда его можно связать с любовью сейчас уже Кришна не может из этой уздечки выбраться великое чудо это чудо таинство любви и садана речи говорит что Дамадара Кришну возможно связать только бхакти потому что Господь он бескрай он неограниченный он огромный но все же когда есть любовь любовь все ставит с ног на голову то есть любовь все меняет местами с одной стороны Кришна полностью самодостаточный атмарам но с другой стороны находясь во вражи он испытывает голод Кришна Кришна является аптакам все его желания исполнены но во вражи он вечно неудовлетворенный потому что ему хочется все больше и больше любви Кришна имеет Вишудасатвасварупу то есть он должен быть полностью умиротворенным но он гневается он обижается слиться когда мама Ишода так его наказывает Кришна Лакшми Патти the husband of the goddess of fortune но он goes from house to house stealing как беда Кришна Лакшми Патти он супруг богини удачи богини всего изобилия но а сам он ходит и ворует по домам как какой-то бродяжка как днищий и though Кришна the name of Кришна causes fear to fear personified but Krishna is afraid of mother Yashoda то есть муж богини удачи ведет себя как прошайка и несмотря на то что бога боится сам олицетворенный страх Кришна боится маму Yashoda бог 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 может перемещаться быстрее чем скорость ума но маму Yashoda удалось поймать Кришну кришна кришна Плачет и просит маму не бить его. Веды называют его апрамея неизмеримым, что у него нет ни начала, ни середины, ни конца, но мама Яшода обвязала его. То есть в этой сфере удивительной любви возникают вот эти все противоречия. Послушайте, хочу рассказать вам что-то удивительное и странное. Верховный Господь, которого в йоге называют Ниракар, бесформенным, он живет в деревне Гокули. И играет во дворе дома Нанда и Яшоды. Природа любви тут же создает столько парадоксов, но всегда вот эта река любви течет в обратном направлении. Вот эта медитация на Дамадараштеку Садьяватриши вызывает нас вместе с ним погрузиться в эту реку Прямой. Яшода Майяки, Яй, Крисна Каная Лалаки, Яй, 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 Сри Радхеша. So what happened next? Please join us again tomorrow. А что произойдет дальше? Вы узнаете завтра. Яй Гурдев, Яй Пряма Нанды. Ари, 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 Пол. Ари, Ари, Ари. Ари, 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 Ари.